Сегодня я высоко сижу, далеко гляжу. Почему я сижу высоко? Потому что у меня под эфедроном вот такая подушка. А подушка для того, чтобы меня не закрывали вот эти вот книги, лежащие на столе. Зачем они лежат передо мною? Потому что сегодня я исполняю челлендж. Челлендж «Есть ли у тебя такая книга?» Модный на просторах уютного ютуба. Челлендж «Есть ли у тебя такая книга?» захватил свои загребущие лапы и меня. Но я не буду стоять возле полок и лихорадочно вытаскивать эти самые книги. И уж тем более не буду делать это на время. Я подготовился к исполнению этого челленджа заранее. Итак, «Есть ли у тебя такая книга модной среди буктюберов челлендж?» И я начинаю. «Есть ли у тебя книга с неровными краями или необычным оформлением?» Ну, конечно же, есть. Начну я с книги Стэнли Грина с фотоальбома «Черный паспорт». Стэнли Грин – это великий фотожурналист, который недавно умер. Чем интересна книга «Черный паспорт»? Тем, что она оформлена в виде паспорта, в виде загранпаспорта. Это только в России существует, внутренний загранпаспорт. Во всем мире паспорт используется только для поезда к заграницу. Стэнли Грин оформил свою книгу в виде паспорта. Очень рекомендую. Стэнли Грин «Черный паспорт». И вторая книга «Книга с неровными краями» издательство «Стихи» выпустило сборник стихов Вадима Степанцова «Рокером быть в России». Серия, в которой вышел этот сборник, называется «Срез». Обратите внимание. Эта книга, как все книги в серии «Срез», сверху срезана коса. У меня есть еще одна книга из этой серии. Книга моего московского товарища Игоря Панина. Но сегодня мы говорим о книге Вадима Степанцова. Вадим Степанцов. Магистр ордена куртуазных маньеристов. Лидер вокально-инструментального ансамбля «Бахыт Кампот». Ну и, соответственно, поэт. Прочитаю чуть-чуть из его стихотворения «Тульская маршевая застольная». Тула город-герой, мы не знаем порой ничего о своих городах. Возле тихой реки здесь ковали штыки, пили чай в благодатных садах. Но не только ведь чай, был еще сивалдай, мед хмельной и татарской кумыс. Напиваясь бурды, баб тащили в сады и с врагами жестоко дрались. Но хмельное житье и плохое питье опостылило всем тулякам. Из петровских времен воцарился закон лить прозрачную водку в стакан. Красиво, эстетично. Продолжение вы можете прочитать в книге Вадима Степанцова «Рокером быть в России». Его творчество «Типичный образчик» метасарказма. Продолжаю. Челлендж. Есть ли у тебя книга, на обложке которой изображено три или более человек? И опять ответ – да, несомненно, есть. И, конечно же, я покажу. Егор Холмогуров «Русские нации, цивилизация, государственность, право русских на Россию». Эта книга вышла в прошлом году в Москве. Автор прислал ее мне. Вот видите, дарственная надпись. И на обложке мы видим картину, изображающую русских солдат во время Первой мировой войны. Но это, как вы понимаете, далеко не единственная книга с количеством изображенных на обложке персонажей более трех. Я уже упомянул книгу стихов Игоря Панина. И вот я беру книгу «101 разговор с Игорем Паниным». Здесь собрано 101 беседа, 101 интервью с деятелями русской и российской культуры. Я называю рядом имя, имена Егора Холмогурова и Игоря Панина, несмотря на то, что они недолюбливают друг друга. Друзья, Игорь и Егор. Русские люди не должны собачиться между собою, русские люди должны быть вместе. Продолжаю. Челлендж «Есть ли у тебя такая книга?» «Есть ли у тебя книга, сюжет которой основан на другом художественном произведении?» И опять ответ «Да, конечно, есть». Банальным было бы упомянуть книгу Джеймса Джойса «Улисс», которая построена на Одиссея Гомера. Но я ее упомяну. Упомяну для того, чтобы плавно перейти к еще одной книге. Андрей Немзер «Красное колесо» Александра Солженицына «Опыт прочтения». Как мы все знаем, Солженицын – это величайший русский писатель XX века, а его эпопея «Красное колесо» наверняка вершина его творчества. Автор Андрей Немзер внимательно, скрупулезно и очень умно прокомментировал все дома «Красного колеса». Продолжаю уютный челлендж. Есть ли у тебя книга в названии которой «Десять букв»? Ну, конечно же, есть. Как же без этого? Есть и не одна. Я беру книгу географа Виктора Кальянова «Вдали океан», выпущенную в 57-м году прошлого века «Молодой гвардей», и начинаю считать буквы названия. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. «Вдали океан» – Виктор Кальянов. Но это название из двух слов. Десять букв из двух слов. А есть ли у меня книга, название которой из одного слова, в котором десять букв? Ну, конечно же, есть. Это книга Виктора Кулле «Полимпсест». Виктор Кулле – один из самых интересных современных поэтов. «Не стать собой и не сойти с ума, пока горчит случайная отрада. Нарезанная мелко бастурма, завернутая в листья винограда, еще напоминает он и дни, дурацкие застолья, санный полос. Магнитофон перевирает голос, засыпанный землею сандыни. Но песня длится, нижутся слова, и облака плывут над Абаканом, и страшно тяжелеет голова, склоненная над пролитым стаканом, поскольку нам немножко повезло, хотя бы в том, что сами не сумели попасть туда. И как сумели, спели, и как сумели, встали на крыло. Безумец, в просторечии козел, забывший, где зерно, а где полова, я полагал одним из меньших зол способность сострадания с полуслова. Я выставлял зеваком на показ, намокшую от мелких слез, жилетку и, разжевав противную таблетку, ложился спать. И, не смыкая глаз, припоминал унылый полусон, пророчащий казенную дорогу, прощальный стол на несколько персон, тяжелый пассажок. И, слава Богу, что каждому необратимо дан в отместку путь, начертанный заранее, что встретимся в парижском ресторане пролетом из Нью-Йорка в Магадан, что жизнь прожить не поле перейти. Но если мне дано произнести хоть что-нибудь на вроде завещания, я повторю с улыбкой. Не грусти. Иных уж нет, А те уже в пути. И вряд ли обернутся на прощание. Виктор Кулде. Племсест. Десять букв в названии. Вопрос следующий. Есть ли у тебя книга, название которой начинается и заканчивается на одну и ту же букву? Ну, конечно, есть. Владимир Иванович Семенов. В краю вулканов и гейзеров. Эта книга была выпущена в Москве в издательстве «Физкультура и спорт» в 73-м году века минувшего. И рассказывает она о Камчатке. Владимир Иванович Семенов был одним из старейших туристов полуострова, который совершал путешествия по Камчатке еще в 30-х годах века минувшего. Книга, название которой начинается с одной и той же буквы. В краю вулканов и гейзеров. Вопрос следующий. Есть ли у тебя книга в мягкой обложке? Ну, мы уже видали. Эту книгу в мягкой обложке мы уже видали. Фотоальбом Стэнли Грина мы уже видали. Книгу Вадима Степанцова. А теперь я беру в руки книгу Юрия Кублановского с последним солнцем. Юрия Кублановской. Единственный, ныне живущий, великий русский поэт. Добровольческий, спелый, обреченный снежок. Знать, у косточки белой перед нами должок. Хорошо и на юге, где любой есаул на рыбацкой фирюге доберется в Стамбул. Там на горках Афона, с огурец, абрикос. И у синего луна круглый год сенокос. Нам чужого не надо. Мы пойдем прямиком по следам продотряда прямо в Иродов дом. Пока ахтавь с ходоками, Ирод. Как на духу. Мы своими руками из тебя. Требуху. В разоренные ясли вифлеемской ночи Только иней на пряслия опускает лучи. Надо пасть на колени, Чтоб к намоленной меди креста Где-нибудь на мизени Примерзали уста. Это стихотворение Юрий Михайлович Кублановский Написал в 79 году века минувшего. А книга с последним солнцем Вышла в свет в Париже В 83 году. Интересно то, что Послесловие к этой книге Написал Иосиф Бродской А книгу Одинаково хорошо Приняли и сам Бродской И такой его антипод, как уже упомянутый сегодня Александр Солженицын К которому Мы О котором мы уже говорили Следующий вопрос Есть ли у тебя книга автора Который использует Или использовал Псевдоним Ну конечно же есть Я беру в руки Роман Феликса Светова Отверзьями двери Вышедший в Париже В 78 году Эта Замечательная книга Рассказывает О том Как Советская интеллигенция Приходила к Христу Но Светов на самом деле Вопрос Вопрос следующий Есть ли у тебя книга В названии которой Имя главного персонажа Ну конечно же Есть Мы уже упоминали сегодня Александра Солженицына И я беру в руки Первое Отдельное издание Его знаменитого рассказа Один день Ивана Денисовича Москва Издательство Советский писатель 1963 год Несмотря на то Что Книга вышла Тиражом Аж 100 тысяч Экземпляров Она Стала Библиографическую Редкостью Потому что После того Как Солженицын Вступил На праведный Путь Борьбы с большевистским Режимом Его книги Были изъяты Из всех Библиотек Главного Героя Книги Главного Героя Рассказа Зовут Иван Денисович Шухов И книга Называется Один день Ивана Денисовича Имя Главного Героя Есть В названии А я продолжаю Челлендж Есть ли у тебя Такая книга Следующий вопрос Есть ли у тебя Книга В которой Напечатаны Минимум Две карты Ну конечно же Есть И не одна Это Репринтное Издание Великого Труда Степана Петровича Крашенинникова Описание Земли Камчатки И в этой Книге Имеются Вкладки Карты Вот Вот Одна Вот Другая Есть еще Вкладки Но речь же идет О двух Картах Это точно Теперь я беру Изданную В прошлом году Книгу Джона Тронсона Плавание Барракуды В Японию На Камчатку К берегам Сибири Татарии И Китая Эту книгу Прислал мне Переводчик Андрей Сидоров Книга вышла В свет В Тихоокеанском Издательстве Рубеж Во Владивостоке Извините Я перепутал Не в прошлом А в позапрошлом Году Она вышла В конце Позапрошлого Года Я забыл Что Мы уже Живем В 2021 Году И в ней Тоже Есть Карты Сейчас я их найду Есть Есть Верьте Мне Мне надо было Сделать Закладки Я поленился Вот Карта входа В устье реки Амур Где там Еще Была Но ведь Была 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 Поверьте Мне Вот Карта Нагасакской Гавани Вот уже Две Карты Мы Нашли Чем Эта Книга Мне Интересна В Этой Книге Говорится И О Камчатке А я Продолжаю Свои Книжные Развлечения Свой Так Называемый Челлендж Есть Есть ли у тебя Книга По которой Сняли Сериал Да Такая Книга У меня Есть Сериал Я не Смотрел Потому Как я Сериалы Не смотрю Вообще Но Но Знаю Сериал Сериал И Эта Книга Роман Федора Михайловича Достоевского Бесы Это Седьмой Том Пятнадцатитомного Собрания Сочинений Выпущенного Издательством Наука И в этом Томе Полный Текст Романа Бесы До этого Времени Не печатавшийся Полностью И глава Утихана Итак Бесы Федора Достоевского Говорят По этой Книге Тоже Был Снят Сериал Следующий Вопрос Челленджа Есть Ли у тебя Книга Написанная Человеком Который В первую Очередь Известен Не Как Писатель Ну Конечно Же Есть Но Сейчас Надо Ее Найти Куда То Я Ее Положил А куда Я Положил Эту Книгу А Вот Же Она Конечно Она Лежит Перед Глазами Эта Книга Принадлежит Перу Одного Из Величайших Русских Политиков Начала 20 Века Василия Витальевича Шульгина Книга Называется Что Нам В Них Не Нравится Сарки И Обрашки Могут Гневно Негодовать Но Это Замечательная Книга Замечательного Русского Политика Василий Шульгин Что Нам В Них Не Нравится Ежели Вы За Интер Наци Анал Изм Ежели Вы За Толерантность Мультикультурность То Ни В Коем Случае Не Читайте Книгу Шульгина Что Нам В Них Не Нравится Ни В Коем Случае Не Читайте Протоколы Советских Мудрецов Григория Климова Ни В Коем Случае Не Читайте Солженицына А я Перехожу К Следующему Вопросу Есть ли У Тебя Книга С Часами На Обложке Правильно Вы Совершенно Верно Догадались Есть Это Фотоальбом Знаменитого Русского Фотографа Николая Николаевича Рахманова Московские Зори Образец того Как Нужно Делать Фотоальбомы О Городской Среде И На Обложке Мы Видим Одну Из Кремлевских Башен С Часами На Ней Вопрос Следующий Есть ли у Тебя Сборник Поэзии Сегодня Уже Речь Шла О Сборниках Вадима Степанцова Юрия Кублановского Виктора Кулле Но Это Сборники Авторские А я Покажу Групповой Сборник Коллективный Сборник Камчатскую Групповуху Называется Сборник За тундрой Океан Он Вышел В 73 Году Века Минувшего В Петропавловске Камчатском В Камчатском Отделении Дальневосточного Книжного Издательства Стихотворение Несколько лет Назад Умершего Владимира Керпищикова Циклон Циклон С востока Пришел Внезапно И по долине Лавой Снежной Рванулся К морю Вперед На запад И только Льдин Расколот Их Скрежет И только Грохочущей Канонадой Стену Глянцевую Припая Штурмуют Яростно Волны Громады Пеной Клокочущей Закипая И все Смешало Сгудит И стонет И кровь Водой Леденеет В жилах Но возвращаться Товарищ Не стоит Вперед Пока мы еще Живы Вперед Товарищ До первой Юрты А там Завернемся В оленьи Шкуры Услышим Сказки Хозяйки Мудрой Зачаем Ночь Скоротаем С каюром Мы оступались Но не сдавались И этот путь Мы с тобой Разделим На нашу долю Немало досталось Но впереди У нас Главное Дело Пускай мы только Проторим тропы Но знаем За нами Дороги Проложат И в этой Стране Вулканов И сопок О нас Непременно Легенды Сложат Владимир Кирпичиков Циклон Из сборника Стихов За тундрой Океан Следующий вопрос Челленджа Есть ли у тебя Книга На которой указано Что она победитель Какой-либо Премии Если мы будем Считать Корешок Обложкой То конечно Есть Серия Лауреаты Нобелевской Премии Александр Солженицын Уже упомянутый Сегодня не раз Роман В круге Первом Рассказывать О Солженицыне Дальше Нет смысла Переходим К следующему Вопросу Есть ли у тебя Книга Инициалы Автора Которые Полностью Совпадают С твоими Сначала Я беру в руки Вот такое Вот издание Счастливая Судьба Колхозной Серогласки И имя И фамилия Автора И даже Отчество Полностью Совпадают С моими Почему Может быть Потому что Автор Этой Книги Я Но Для того Чтобы Не счесть Это Слишком Легким Поиском Ответа Я напомню Мои Инициалы А. Б. И поэтому Я Возьму В руки Первый Том Александра Пушкина Инициалы А. П. Как я вас. Следующий вопрос. Есть ли у тебя Сборник Рассказов? Ну конечно же Есть. Вот. Это Рассказы Чешского Про Зайка Ярослава Гашика. Первый Том Его Собрание Сочинений В шести Томах. В первый Том Вошли Рассказы 1901-1908 Годов. Ярослав Гашик Первый Том Шеститомника Содержащий Рассказы Этого Автора. Осталось совсем немного До конца челленджа Есть ли у тебя книга В которой строго От пятисот До пятисот Десяти Страниц Вы будете Смеяться Но Есть. Это Краткий Топонимический Словарь Выпущенный В шестьдесят Шестом Году Века Минувшего Издательством Мысль В котором Указано Что Он состоит Из Пятисот Девяти Страниц Такого Не бывает. Количество Страниц В любой Книге Кратно Четырем Но Тем не менее Мы Не можем Усомниться Мы Не имеем Права Усомниться В Издательских Выходных Данных Краткое Топонимическое Словарь Составлены Неканавы Издательство Мысль Шестьдесят Шестой Год Века Минувшего У нас Еще Три Вопроса Есть ли У тебя Книга По которой Сняли Художественный Фильм Да Есть Это Роман Михаила Афанасьевича Булгакова Мастер И Маргарита Он у меня Есть В трех Изданиях Он Есть В двух Нумерах Журнала Москва Есть В Отдельном Издании Но Самое Дорогое И близкое Моему Сердцу Издание Это Вот Эта Вот Машинопись Которую Я Собственно Ручно То есть Собственно Палешно Сделал В начале Восьмидесятых Годов С Зарубежного Полного Издания С книги Карманного Формата Маленькой Вот такой Вот Выпущенной В издательстве Посев И Эта Книга Была Полным Текстом Романа Мы Должны Сказать Что И Журнал Москва И Издание Семьдесят Третьего Года Были Несколько Сокращены Здесь же В Издании В Посевовском Издании И Соответственно В этой Машинописи Сделаны Из Издания Здесь же Все Эти Выброшенные Советскую Цензуру И места Восстановлены Ну и Последний Вопрос Челленджа Есть ли У тебя Такая Книга Звучит Следующим Образом Есть ли У тебя Книга Которая Написана Двумя И Более Авторами Вот Этот Вот Синенький Томик Избранных Произведений Избранных Сочинений Козьмы Пруткова Выпущены В Малой Серии Библиотеки Поэта В 1953 В Рад Я Что Дожил До Этого Времени Козьма Прутков Известен Как автор Ряда Мыслей И Афоризмов Ему Принадлежат Слова Никто Не Обнимет Не Объятного Единожды Но Как звучит Последний Вопрос Челленджа Есть ли У тебя Книга Которая Написана Двумя И Более Авторами Причем Тут Козьма Прутков Потому Что Козьма Прутков Это Плод Трех Авторов Алексея Толстого И Братьев Жемчужниковых Не Путать С Музыкантами Ансамбля Братьев Жемчужные Вот Такой Вот Челлендж Есть ли У тебя Такая Книга Случился У меня Сегодня Теперь Как Вы уже Привыкли Ставьте Лайки Если Вам Нравится Узнавать От Меня О Каких-то Интересных Книгах А если Вы Относитесь К той Категории Которые Нам Не Нравятся Как Говорил Василий Витальевич Шульгин В своей Книге Что Нам В Нех Не Нравится Ставьте Дизлайки От Меня Не Убудет Пожалуйста Пишите Внизу Под Роликом Свои Комментарии Я Знаю Уже Много Накопилось Не Отвеченных Комментариев Я Обязательно Отвечу На них Сразу После Рождества А Ежели Вы На моем Канале Впервые Ежели Вам Сразу Не Стало Скучно И Вы Хотите Возвращаться Сюда Снова 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 То Теперь Теперь Вы Не Будете Пропускать Новые Выпуски Моего Видеодневничка До Свидания Моего Моего Редактор субтитров А.Семкин